Бюргер Порции очков решетки радиатора более женственные, чем у той же пятерки. Панели кузова подчеркнуто вогнутые, прямые линии уступают под натиском сложных тревых. Дверь багажника вообще по сути цилиндрическое зеркало, отражает все вверх ногами. Двигатель 1.8, как многие считают, но ошибаются, потому что в свидетельстве в ПТС написано 1995, там какие-то значения. Соответственно, 2 литра двигатель, очень приемистый, хороший, динамика отличная, автомобиль полностью оправдывает и себя, и цену, и название. Довольно важный для гольф-класса параметр – объем багажника. Тут BMW не блещет, узкая дверь, скромные размеры отделения. Конечно, пляжные принадлежности или корзинка для пикника поместятся без проблем. Салон с тканевой обивкой довольно традиционный для баварской марки. Замка зажигания нет, вместо него чип-ключ и кнопка запуска мотора. В принципе, салон очень удобный, мягкий, просторный. Я вот сижу на максимальной высоте, с моим ростом 183 см, я не достаю протолка. Хорошая обшивка, подушки безопасности, точное количество, я их не знаю, но знаю, что в каждой стоечке стоят и в сиденьях. Вообще, баварец гольфу не конкурент. BMW дороже Volkswagen на треть. К тому же, у гольфа есть козырь – версия GTI, которая по праву считается лучшей спортивной модификацией в классе. Да и можно ли их считать одноклассниками? Ведь у единички привод на задние колеса и двигатель расположен продольно. Зато BMW 1 на родине пользуется огромной популярностью. Лучше нее продаются только седаны 3 и 5 серии. Кроме пятидверного хатчбека в семействе есть трехдверная версия, купе и кабриолет. Кстати, в нашем городе подавляющее большинство единичек сделано в Калининграде, но не этот экземпляр. Была возможность у меня сравнить калининградскую, то есть российскую сборку, и немецкую, там, где изначально была собрана эта машина. В Калининградской сборке, я не могу сказать, что там другие материалы, но собрана с такой, можно сказать, недобросовестной тщательностью, что она вся скрипит после уже где-то полугода использования. Но для единички открыты не все дороги. Даже на газон заехать опасно. На любой кочке можно замять пороги. О перекатывании через поребрики и говорить нечего. Задумчивый адаптивный Типтроник подъедает драйв двухлитрового мотора. Правда, после недавней перезагрузки компьютера коробка получше настроилась на резкие обгоны. Но даже легкий асфальтовый дрифт машине с автоматом не под силу. Да и электронные помощники прижимают к дороге, пресекая попытки отжечь. Летом владелец хотел посетить Германию, но призадумался. Расход по трассе 12 литров, так что даже на самолете будет дешевле. Подведем итоги. На самом деле машина застряла где-то между классами. Чуть крупнее того самого Гольфа. Но багажник куда скромнее. Привод на задние колеса со всеми вытекающими преимуществами и недостатками. Хорошо вооруженный мотор с не слишком удачной трансмиссией и асфальтовой подвеской. Весомый аргумент в пользу покупки. Самый доступный в линейке BMW ценник. Родная немецкая сборка не может не радовать за 4 года только замена расходников и вышедшая из строя катушка. Этот экземпляр дорестайлинговый. Следующее глобальное обновление будет в 2012 году. КОНЕЦ КОНЕЦ